Высшим органом вопросов организации подготовки и проведения игр является Министерство обороны Российской Федерации. В этом году главным судьей Министром обороны Российской Федерации определён я. Мой день из вас знает меня, генерал-полковник Еминцов Александр Иванович. Решение по празднику теста принимается открытым вопросом. ...подписывается всеми членами студии, где на слайде и положение. Решение доводится до заявителя, возможно, короткий срок, обязательно для утверждения результатов конкурса главным судьёй конкурса. На торжественной церемонии сертификации судей главной судейской коллегии армейских международных игр... ...коричества участвующих государств. ...мир вrating вJohn. ... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Попрошу привести форму одежды в соответствии с положением оборганизации судейства игр, надеть повязки, закрепить... ...был обсужден регламент проведения настоящих армейских игр и основные фундаментальные моменты, которые будут необходимы для проведения игр. Пользуясь случаем, хочу передать привет от всего народа Болеврянской республики Венесуэла президенту Российской Федерации и министру обороны Российской Федерации. В частности, от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, от министра обороны Владимира Падрина и от начальника генерального штаба Венесуэла. Хочу напомнить, что Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, которая принимает у себя этап международных армейских игр 2022 под названием «Снайперский рубеж». Редакционное совещание главной судейской коллегии армейских международных игр, на котором судьи сдали зачет опознания положения судейства на армейских международных играх, получили соответствующие сертификаты. Беларусь в этом году принимает участие в 27 конкурсах. Все команды прошли внутренние отборы в вооруженных силах республики Беларусь. В настоящий момент прибыли к местам проведения конкурса, готовы к участию в соревнованиях на самые высокие места. Сирия – это большая честь, принять участие в международных армейских играх. Уже третий раз в Сирии принимает участие в подобных соревнованиях. Наша команда имеет очень высокий уровень подготовки, и мы надеемся на хорошие результаты. Также это все благодаря помощи наших российских друзей в Сирии. Хотелось бы поблагодарить правительство Российской Федерации за гостеприимство и за все оказанное нам почте. Спасибо большое.